Вы знаете, я возьму сейчас смелое сравнение, немножко, так сказать, в стиле современной поп-культуры, связанной с сексом. Для американца пригласить этих международных дипломатов, каких-то наблюдателей, все равно как для нормального человека пригласить какого-то человека, чтобы он понаблюдал, как он там нормально в постели справляется со своими сексуальными обязанностями. Вот если у человека там проблемы сексуальные, то он там может пригласить врачей, еще кого-то, чтобы они помогали. Если он уверен, что у него проблем нет, он никого приглашать не будет. То же самое американцы. Они уверены, что у всех остальных есть проблемы с демократией, потому что весь мир учится демократию американцев. Это, кстати, во многом правда. А им нечем учиться у мира, нечем никому доказывать, что они как бы являются демократическими. Наблюдатели нужны для того, чтобы доказать кому-то другому о том, что мы проводим выборы демократические. Американцы нечего не хотят доказывать. И нужны такие тоже наблюдатели, чтобы услышать других советов, подсказок, как лучше сделать, как идти дальше вперед, побудить демократию. Американцам такого рода подсказки не нужны. Поэтому они отказываются от всех наблюдателей. Мы ничего наблюдать у американцев на самом деле тоже не хотим. Но мы просто подкидываем этих наблюдателей, чтобы показать, ага, вы наших наблюдателей к себе не допускаете, так мы по принципу взаимности и вас к себе не пустим. Идите, гуляйте лесом. Поэтому логика есть у действий и у той, и другой стороны. Все играют свои правильные роли в этой политической партии.